Проблематика и политкорректность. Просто сейчас, как мне кажется, особо актуально именно в глобальной информационной среде. Но, как я уточню в дальнейшем, это будут симуляторы реального. Итак. Мы живем в пост-идеологичном мире. Господа. Для властных субъектов, то есть для общественных конституций, мы с вами уже не являемся, как было при авторитарном социализме, при старых идеологиях. Мы не являемся субъектами власти и подчинения. Сверху нам инъектуется особо глобальных догматических установок. Сейчас же наоборот. Идеология стала имплицитной, вместо эксплицитной. Что это значит? Старая советская идеология, которую я уже только что привел в пример, использовала категории именно долгой чести. То есть ты субъект идеологии, то есть на тебя наваливается сразу то, что ты человек нового порядка. И все лозунги, и все библийские монументальные архитектуры говорит о том, что ты человек, новый человек, и ты подминаешь под себя этот самый Старин. Хороший пример к этому это монументальные советские здания на верху которого стоит символ. И Владимир Ильич стоит наверху. И если переложить эту ситуацию деканструировать ее, то мы получим то, что большой новый человек, представляющийся Владимиром Ильичом, давит собственно старый мир и старый порядок старого человека. то есть воображаемым, давит символическим. Но перед всем при этом если бы художники философы и вообще общественные деятели Советского Союза буквально воспринимали и понимали такую карандацию, то у них были бы и были собственно намного больше проблем нежели у открытых партийников режима. То есть что я имею ввиду? У этих больших идеологий экспенситных, то есть наши лозунги, плакаты хорошие демонстрации будущее за рабочим против попов в школе. А раньше за этими лозунгами, то есть за первичной давящей в лоб аннотацией мы бы увидели допустим да значит ты человек нового мира, но ты имеешь право на переверсию. Или если про это по поводу допустим ты хороший, ты становись католичным священником, но при этом получай право насиловать маленьких мальчиков. и так далее. Карл Монгиб в своей работе «Идеология и утопия» разделял идеологии на частичные и тотальные. То есть что это значит? Частичная идеология является некими идеологиями угнетаемых масс, а тотальная в свою очередь самой системы того порядка, в котором эти массы находятся. частичная идеология выражается через постправду, которая дальше космос, она выражается через тиростромолозунги и символическое. Тотальная же идеология собственно диалога информации самой системы, в которой мы сейчас находимся. И те самые имплицитные значения, которые раньше не являлись тритарной идеологией, они находятся как раз в этой связке. Что происходит сейчас? Почему я называю идеологию, которая существует сейчас после идеологии, хотя обычно в политинтереумном постмодернисты умерли в виду отсутствие любой идеологии как таковой? Потому что сейчас же мы имеем обратную обратную зависимость. Сейчас идеология, которая есть, она имплицитна, но содержит в себе эксплицитную характеристику. Хорошим примером будет фильм, который я предоставлю. Но если говорить вкратце, то это означает то, что она является, она заменяет систему ценностей, являясь не тем, чем она есть, но тем, чем она не является, его заявляем. Хороший пример этому будет так называемый постмодернистский босс, или феномен бабушки, допустим. Вы представьте себя в роли отца. Отец при старой идеологии, обычной, комменциальной, что как бы он вам сказал идти к бабушке? Он устал. И прямо вам указал на приказ. собственно обозначил свою иерархию власти и подчинения на вас прямо. Сказал иди мальчик к бабушке и девочке к бабушке. Все. Не важно, что ты об этом думаешь и что ты об этом чувствуешь. Отец космодернист и в нашем примере актор пост-отеологии скажет так. Мальчик, ты свободен делать то, что ты хочешь. В том числе иди к бабушке. Но если ты не поешь к бабушке, то она обидится. И ей будет очень плохо. Но ты же любишь играть к бабушке. Так что реально тебя не давлю, это твой собственный выбор. И таким образом создается иллюзия свободы выбора этого самого индивиду при данной идеологии. Марк Хузен в работе многомерных человек собственно иллюстрирует эту саму идею. то, что люди находящиеся собственно одноверные люди не могут так или иначе осознать, что не находится их выбор и желание это лишь иллюзия того, что посредством СМИ, посредством семьи, традиций и так далее внедрили в их понимание реальности. И, соответственно, они действуют не согласно своим собственным убеждениям, а согласно тем идеологическим установкам, которые у них есть уже просто потому, что они есть в собственном социальном социальном. Идеология она же не как я говорил не эксплицитно сама по себе, она находится в самых приземленных, даже в низменных наших вещах. Допустим, девушки делают интимные стишки по-разному. Некоторые оставляют полностью плотковые волосы, некоторые остерегут маленькую полосочку оставлять, некоторые остерегут полностью. Это пример того, как люди так или иначе через телесность, через свои собственные привычки, через мельчайшие бытовые вещи так или иначе проявляют ту или иную идеологическую позицию. но дело в том, что трагедия поколения состоит в том, что если мы можем считывать независимо от данных и идеологии, то мы обманываем себя, потому что отсутствие позиции по полюбому из этих мелких идеологиям, отсутствие идеологической позиции полиции. То есть самая конфермистская, самая приземленная и скромная позиция уже в своей всей среде содержит непреодолимый организм, потому что нельзя уйти от собственной идеологии без того, чтобы без осознания того, что она из себя сама представляет как таковая. Я люблю демонструировать лозунги, которые встречал на своем пути. Один из таких лозунгов, встреченный мною в картинной галерее, являлась реклама Альфа-банка. Она звучала так. Заниматься искусством это быть свободным. А быть свободным это взять вклад в наши банки беспроцентного кредита и так далее. Вот. Хороший пример вот как раз того, что за таким вот лозунгом, который мы можем видеть в любом рекламе, в любых блокадах и так далее, стоит намного большая и более объемная которая, через которую собственно мы и можем узнать истинную причину того, как нами извините за банальство управлять. Фильм, который я покажу собственно вот Чужие заявил. В синописе собой таков, что главный герой находит очки, которые при взгляде на рекламный лозунг, типа, быть свободен есть женой на курорт и так далее, прыгнуть на диване очков, которые ими являются метафорой на прозрение от приказов незримого иерархичного порядка в бужуазной демократии. собственно герой видит те самые имплицитные лозунги, которые на самом деле имели ввиду создатели этих самых он видит купюру и на ней написано это твой бог он видит глянцевый журнал через очки натурных употребляй обнажайся причем когда главной игры будет пытаться надеть очки на своего друга то друг по неизвестным причинам будет сопротивляться потому что опять же мыслить не вторично то через позитивное насилие человеку который знает что подобное эмансипирующее действие принесет ему дискомфорт и выход из его собственного зону комфорта принесет страдания и он этому сопротивляется в этом причина как раз этого самого можно понять желание людей иметь хорошую работу иметь доход для комфортного существования в рамках капиталистической логики но откуда человек знает что эта самая мысль была его собственной удовлетворение то есть когда мы стремимся оттягивать сам момент удовольствия для того чтобы аккумулировать эту самую оргазмическую желание так и работает логика логика товарная тетевшизма то есть человек при текущей политической логике никогда не сможет полностью троить свои потребности потому что они будут расти и расти увеличивать далее почему собственно я коснулся еще и политической корректности потому что она является по моему мнению одной из самых ярких и серьезных проблематик которая так или иначе затрагивает пост-идеалоги вот мне в комментариях сказали что малец будет простым предложением жижика это не так но я хочу привести один из примеров которые он часто употребляет в своих публичных лекциях это пример старбакса кто знает кто не знает в общем смысл такой старбакс кофе на входе ее расположен рекламный плакат на котором написано 1% вашего дохода пойдет на помощь влагающим детям в Африке гуртемальским детям и так далее почему это ярчайший пример просто диалоги потому что многие компании на протяжении современной нашей современности пытались совместить а с одной стороны эффект постоянного потребления человека а с другой стороны контр эффект стыда от от особо самопотребления что сделали в этом примере промоутеры старбаксы очень просто они через то через фразу что какая-то часть дохода пойдет на помощь так работает любая на самом деле которая проводит с большими корпорациями то есть часть вашего то есть вы уже не являетесь в этом примере простым потребителем с простыми низменными потребностями вы являетесь сознательным потребителем вы как бы снимаете себя обязанность вы 50 это есть да часть дохода корпорациям, которые еще неизвестно потратят ли они на детей или не потратят. То есть вы уже не выглядите как банальный потребитель, аж как тот, который что-то делает для улучшения климата, для улучшения этих самых голодающих детей, а на самом деле это совершенно не так. Нельзя совмещать потребление и антидотребительские акты в одном действии потребления. Я так не работаю. И сам Жижик утверждает, что восстание против системы таким образом сублимировалось. Бунт разрешен только в тех рамках, в которых им позволяет эта самоформация. Давайте менять только основное, что-то на постоянной основе, чтобы общее оставалось неизменным. Как работает политическая корректность? Политическая корректность – это не что иное, как форма самоцензура. Причем самоцензура тоталитарная. Почему? Потому что политкорректный человек на самом деле не толерантен к другим культурам, к другим нациям, расам и так далее. Потому что язык меняется, а само сознание человека, то есть как мы воспринимаем через свою призму, как эти самые народности и культуры, остается той же самой. Это одна из проблем, конечно. Для того, чтобы опять нацепить на эту самую расу, на гендеры, пол и так далее, ирлык и лицейник. Правда ли, что кинопоказы только для женщин? Что рекламные компании, фирмы Nike, что разрушение памятников спорным деятелям, безусловно, в истории, меняют систему коренного плана. Ведь нет, потому что политкорректность и движение социальной справедливости, оно так или иначе основывается на множественности антагонизмов. То есть это еще пошло с увлечения к смерти Фрейда. При наличии многих антагонизмов и отсутствии основного антагонизма, о котором говорят марксисты, происходит к тому, что движения остаются озабщенными. Они не следуют своей деятельности одной эманситирующей цели. Они опять же накладывают на свидетельность новый ценник, новый рынок и так далее. Допустим, движение Black Lives Matter, которое спонсируется фондом Сороса и фастфудными компаниями. Политики, которые публикуются в Айптайм. Зачем думать о киногенестве черных районов? Зачем думать о проблеме миграции в Европе, если можно пригласить мигранта дома и снять красивый ролик, допустим? Или, допустим, организовать кинопоказ только для женщин вместо изменения самого факта того, как женщины включены в освободительное движение и так далее. Это проще, как употребляемо, а это продавец. Вообще термины политкорректность и безопасное пространство, сайс-спейс, они, по сути дела, стали... Они используются экстремумно из любого политического спектра, начиная от альтернативных прав и заканчивая кондиционными левыми. И, лишая эти термины идеологической выписанности, они превратились в симуляторах на них себя. То есть, в гиперреальное. Потому что, как говорил Батриярд, собственно, чем больше ток информации, который, так или иначе, способствует распространению этих терминов, тем больше противоречивых коннотаций, которые содержатся в этих терминовах, тем больше оно расплывается, тем больше расстановится лишь симуляция того, что является на самом деле. Политкорректность является симуляцией тотального освобождения, например. То есть, может быть, это радикальную повестку социального освобождения, которая уничтожит, собственно, и, главное, это гнетение. Деятели политиколепности занимаются «проблематичными» вещами в киноиндустрии, в видеоиграх, и, по сути дела, без изменения того, как о маргинализированных меньшинствах и что о них думает, собственно, сам политический спортершир. То есть, огромная энергия, которая направляется на удержание симулятора на расстоянии, чтобы симулировать эту борьбу, она уходит в никуда. То есть, если бы эти самые активисты столкнулись с осознанием антагонизма лицом к лицу, у них была бы радикальная потеря смысла к собственной борьбе. Я недавно общался с одним из левых активистов, которые были в Петербурге, американцы, и в ответ на то, что я сказал ему данную аргументацию, он обвинил меня в том, что я белый, и я лезу на свои дела. То, что я учу его, как правильно заниматься тем, чем он, казалось бы, знает. Это свидетельствует о том, что политическая корректность, как одно из идеологем, пост-идеология, становится догматичной и недоступной для критики, недоступной для каких-то радикальных дискуссий, преобразований, нахожения истины, собственно, в этой дискуссии. То есть, борьба не за основной системой, а за знаки и символы. Теперь поговорим о пост-правде. Пост-правде, символом которого является стрельбение Трампа к Белому дому, соответственно, по моему мнению, является тоже одной из составляющих этой сады господиологии. Потому что, как говорил Фуко в своих работах о биополитике, государство само по себе несет в отрицательную функцию, то есть, в тотальную функцию политического и экономического угнетения. Но, в свою очередь, согласно своей внутренней рациональной логике, реаболитика, которая основывается на администрировании всех форм вещественного устройства, нуждается как раз в частичной идеологии, то есть, апелляции не к рациональному, а к эмотивному части дискуссов. Собственно, этим и занимается пост-правда. Пост-правду. Какую часть дискуссов вы сказали, что? Не к рациональному, а к эмоции? А к эмоции? А к эмоции? А к эмоции? А, к эмоции. Один из американских сайтов, который определяет долю фактов, которые высказывали в политике во время субжитетинской гонки, называется «Политифакт». Собственно, выявил, что Клинтон апеллировал в своих речах к хоть и очень в либеральном дискурсе, но апеллировал к проблемам образования, к проблемам расизма, незадиня и так далее. Но Транс в очередь фокусировался на грязном белье этих самых кандидатов. «Транс в пейс». «Транс в грязном белье». Соответственно, он комментировал истории, которые несут релевантности для текущей ситуации, но которые апеллируют как раз к эмоциям этого самого электората, что в конечном итоге позволило ему выиграть выбор в США. Но мы все знаем, к чему это привело и чем это кончилось. Потому что ярким примером диссоциации того, о чем говорил Трамп, и что в конечном итоге случилось с его предвыборным обещанием, то что он в свое время ограничил въезд в США граждан 10 мусульманских стран, апеллируя к тому, что эти страны являются основными поставщиками терроризма на, собственно, США, на земли США. Но, несмотря на это, в эти самые страны не были включены ни Саввудская Арабия, ни Татар, ни Пахрейн, другие страны, в которых у, собственно, Трампа был или есть бизнес, который он, собственно, имеет деньги. Вообще, если говорить о таком психологическом аспекте пустой идеологии, можно привести пример серийных убийц. Я могу даже об этом сказать. В Австрии существовал один серийный маньяк, который насиловал и убивал детей своих, собственно. Я помню, как его зовут, но не знаю, что это было в Австрии. У него был дом с подвалом. Собственно, монарх подвалом, ну, то есть, в эксклюстительной части собственного бытия, бытийности, он был с детьми как хороший стреливый отец, он им разрешал играться, он них особо не наказывал, был с ними добрый и так далее. Но в подвале, как он потом объяснял, то есть, в той части дома, в той части реальности, где вы не действовали, по его мнению, там, законы морали, правовые законы и так далее, он там делал с детьми, что он хотел, он их насиловал, он их, там, врачнял на части, пакетировал в банке, бариновал и так далее. Как раз этот пример свидетельствует о том, что, несмотря на то, что многие могут обвинить подобных людей в том, что они занимаются вещами, которые не вкладываются в человеческую нормальную логику, я же, напротив, утверждаю, что это его поведение было, что не наезд человеческим чувством. Человеческим, ой, слишком человеческим, как Борио Фрейд, то есть существует некая эксплицитная часть. Это можно привести к лакановскому пониманию власти праотца и, собственно, отца такового. У нас есть подвал, где формированы все наши бессознательные страхи, бессознательные желания, которые мы жадны воплотить, так или иначе. И есть у нас над ним настройка, то есть что нам это сделать мешает. Пример тоже, иллюстрирующий эту идею, это пример чуши из Круминского, товарища диктатора, который имел отечественную любовь своим гражданам и подчиненным, когда ему сказали, что, собственно, река, протекающая через Бухарест, она слишком задезлина, ее надо бы очистить от всего, всех помоев и конденсаций, что там есть. Он предложил следующее. Он предложил прорыть под основным руслом реки дополнительное русло, через которое вы пустили всю грязь и нечистоты, которые скапливались в городе, а наверху оставить чистую реку, чтобы она радовала глаз горожан. То есть тут мы опять видим, то, что я уже вначале листерил, существует некая видимая часть, и существует имплицитная часть, невидимая, вооруженным глазом, но которая всегда была там. То есть ее и в всех традициях, и в всех общественных, социальных норм, везде была эта имплицитная часть, но она не была, видимо, при первичном просмотре, при первичном анализе, в нашем взгляде, на эту самую идеологию. Так что, если говорить по итогу, то есть вы спросите, что такое идеология? О чем я, собственно говоря? Как можно резюмировать это все? Ну, постепенно, постепенно, диалоги. Это совокупность методов правящего класса, включающих в себя особые механизмы воздействия на политическом и социально-культурном спектре, потребление психологии у индивида, его субъектность, даже интерсубъектность. Для полного двестороннего подавления, собственно, воли этих самых субъектов, целью сохранения и получения влияния на их жизнь, на их жизни массы. А также создание самолеограф реального для маскирования истинных намеренных форматов. То есть, то, если говорить, опять же, через лакана объекта молекулы А, то есть то, что есть в тебе, но больше, чем ты сам. Соответственно, снять подобное противоречие можно использовать лишь теоретическую традицию марсистской интерпретации. То есть, если мы осознаем в конечном итоге, что есть эта самая пост-радиология и как нам снять и перевозьмочь ее, нужна рефлексия, нужно осознание этих самых мета-радиологических нарративов, которые содержатся самым бытовым, самым банальным, из того, что мы можем себе представить. Я не говорю начать себя, допустим. Я не говорю, что нужно отказаться от любого потребления и так далее. Только лишь осознание наличия интернативы неоперальному капиталу может и должно поставить пост-радиологию на грань краха. Только так, деконструируя реальность, мы сможем добиться того, что эти самые симуляторы в конечном итоге платят сами себя. Но для этого, соответственно, нужно особое усилие, конечно. Как я уже говорил, без позитивного насилия, в данном случае, над другим, не будет и не может реализовать тотальное освобождение. У меня все. Есть вопросы? Да, у меня есть. Ну, во-первых, тогда... А, пока можно попробовать. Нет? Хорошо. Я такой вопрос. Зачем политколепенность и политическое статус – это правило приличия? Правило приличия не находится в связке с нормой традиции, нормой моральной нравственности. Политическая коррекция же – она одна из форм симуляции партикального освобождения. То есть она модерируется и исполняется, собственно, субъектами политколепенности. Как я уже привел в пример, по цене за маргинальное меньшинство... А правило приличия нет? Правило приличия не является формационно-политической областной. Правило приличия отличается от формации формации. А если мы посмотрели разума Анатольского, который описывает, как формировались эти правила приличия, то есть он описывает, что нужно исправиться столом в углу той же комнаты, например, как они формировались эти правила приличия. И тут показывается то, как сами себя, получается, отрицают аристократы будущие. Ну, то есть те люди, которые в будущем противостояли третьему сословию. Почему бы это тоже не считать из того же ряда, что и политколепность? Правила приличия, я говорил так же, они формационно обоснованы. В различных культурах, в различных социумах правила приличия были разные. Фактическая корректность – это феномен современности, современного мира. Он не исторический отраснован к самой системе. Можно на следующем вопрос приказать? Если я все правильно понял, я просто хочу пример из нашего мира привести. Есть такая замечательная корпорация, называется Microsoft. Microsoft. И она, значит, у него, значит, программа, и существует отдел, который они принимают, значит, от представителей ЛГБТ открытых. И сами, собственно, это подчеркивают. Если я все правильно понял, то это так. Он является как раз таки идеологическим, потому что таким образом для потребителей продукции Microsoft создаётся симулятор толерантности. Но в то же самое время, разве действительно реальность этой проблемы не снимает создание рабочих мест? И после этого я хотел, чтобы ты это прокомментировал. Потому что мне кажется, что это некий парадокс. Потому что, ну, кончилось у нас потому, что после идеологии она должна прийти к краху. Может быть, это не после идеологии, то, что делает Microsoft, а потому что она должна прийти к краху. Еще раз, а Microsoft не принимает на работу? Добро принимает. То есть это квота для? Да. Квотирование, оно не снимает протворечия. Оно, как я уже говорил, лишь симулирует соберительную борьбу за права те же самок ЛГБТ. Почему не симулирует, если места создаются? И действительно, это большой авторический рабочих мест. С чем симуляция? Создание рабочих мест снимает адагонизм системы? Нет. Ну все. Оно является лекарственной системой, но через создание рабочих мест система цементируется, наоборот. И это очень важно. Если про те, то есть. Хорошо. Ну вот я не знаю, на самом деле, только эту тему, но Микрия писала довольно много об этом. Она говорила о том, что сколько бизнес продает идеи, то часто это идея подхваченная из общества. Например, если посмотреть сериал «Трини», который лет 10 назад пришел, то там какие традиционные ценности с поправкой на современность. А если, например, посмотреть современные сериалы, то тут мы уже видим, наоборот, другое происхождение. То есть феминизм, не знаю, там какие-то, не знаю, в мультике какой-нибудь «Джек» была серия, посвященная «Ортам» и так далее. То есть какая-то смена парадигмы идет. Но в то же время клиент говорил о том, что тем не менее стоит знать, что какой-то положительный эффект в этом есть. Вот, я не знаю, где-то провести границу это действительно имеет смысл? Где-то это является просто симуляром? Ну, это имеет смысл в контексте личных отношений. Потому что, так или иначе, фильмы или сериалы с участием маргинализированных слоев сейчас в тренде, они, может, могут прекрасно продаваться. Существует огромное количество аудитории, женской аудитории черных людей, которые покупают эти самые товары. Вообще, в связи с этим вопросом очень хорошо рассмотреть теорию культурной кооптации. Энглю Хис и Энглю Хис и Энглю Пудр в книге «Идмут на продажу» определяют культурную кооптацию как некую субкультурную и контркультурную идею, которая пройдет ряд стадий перед тем, как быть вклинина в господствующую культуру. Сначала контркультурная идея является собой эмансипирующей неких актеров. Затем, через создание попытки препятствия активиста, препятствия массам, система пытается сделать эту культуру маргинализированной в крайней степени этого слова. Если это не удается, то система просто-напросто коммерциализирует эту самую контркультуру. Так произошло с хиппи в 60-е годы, когда они пересели на экологически чистые машины в 70-х и 50-х годах, когда они стали покупать специальные кроссовки, сделанные на экологически чистых фабриках, без эксплуатации рабочих в Средней Азии. Когда сейчас, допустим, продается экологически чистая еда, вещи, которые не сделаны на патагонках. То есть нельзя сказать, что кардинально изменится логика товарного потребления, если мы будем есть яйца, снесенные счастливыми курами, а не курами, которые страдают при снесянии самых яиц. Так и погибает любая более-менее предусильная культура при кипитализме. То есть когда кабин застрелился, он застрелился из-за осознания того, что он продался. Но продаться невозможно, потому что любая контркульность существует, опять же, в логике большой культуры формации. То есть ложная тихота. Да, ну вот, просто я к чему-то сказать, что я не говорю о том, что это имеет какой-то положительный. Ну, может, по крайней мере, может и отрицательный, конечно. То есть вот, например, не знаю, у нас сегодняшнее правительство взяло такую консервативную курсу. То есть у нас тут снимается кино, там, не знаю, про традиционные ценности, там, не знаю, бла-бла-бла. Но при всём этом мы не можем противостоять как бы мощи этого голливудского кино, которое, как раз, имеет сейчас коммунистическую повестку, там, и так далее. То есть ты не взяли в этом какой-то положительный момент? Ну, некий положительный момент есть в любом случае. Но тут опять же получается парадокс постмодернистского курса. Против российской реальности легче сбунтоваться. Потому что в нашей ценности подчинения, традиционность, разгон демонстрации или прессе, они на поверхности видны. Вот они. Мы можем сказать, что вот он враг, вот они враги, мы их видим, и мы, собственно, можем сделать отсюда выводы по поводу нашей тактики и стратегии. В Америке же огромное обилие повестки за социальное равенство, на самом деле не несущее как раз эмансипирующего настоящего фактора снятия формации. Оно, конечно, имеет в себе эффект того, что многие женщины, девочки и черные, уж простите, что назвать черных черными, а не афроамериканцы, потому что это более к ним по-английскому языке корректный термин. Естественно, вот девочки и вот эти всякие меньшинства, они политизируются так или иначе. Но потенциал этих самых движений уходит в пустую. Потому что они несут в себе лишь развитие, допустим, гендерной повестки. А эта самая гендерная повестка идёт в никуда. Она не идёт на то, чтобы действительно создать настоящий пункт системы, а не симулякор этого пункта через разрушение памятников спортным деятелям. Соответственно, а ещё что? Настоящее альтернативу и настоящее революционное движение. То есть это вопрос на повестке у них нет. Никогда не было. Можно? Вот Михаил Кейн говорит, что, если я не ошибаюсь, ты упомянул в своём наступлении о движении Black Lives Matter, что оно спонсируется какими-то корпорациями, кажется, или как-то в этом духе, да? Да-да-да. А тут такая информация просто. Ну, Black Lives Matter — это просто сайт, созданный чему-то писателем. Не сайт, это уже децентрализован общественное движение. Ну, это просто, так сказать, это точно так же, как движение за защиту животных. То есть это, ну, люди ставят хэштег Black Lives Matter... Она началась с хэштегом, потому что хэштег поставить проще, чем сделать эволюцию, в самом деле. Но в текущей политической реальности США Black Lives Matter многократно объявлялись чёрными суперматистами, объявлялись полутеррористической организацией, проводят постоянно демонстрации и митинги во многих городах США, а информацию эту подчеркнул из сайта Politico. «Major dollars consider funding Black Lives Matter». То есть это не из-за этого. Ну ладно, просто я здесь сидел, читал про эту организацию, и, собственно, они себя позиционируют просто как сеть, да? На сайте стоит «Донейшн», а не какие-то республикацы говорят, что экспансируют коммунисты или сядисты. Нет, я же говорил, пост идеологии является не тем, чем она заявляет, а тем, чем она не является, но заявляет. Вот смотри, вот ещё такой вопрос. Ты говоришь о том, что какие-то движения, например, феминистские или движения чёрных, они приводят к настоящему революционному движению. Ну почему это они приводят? То есть понятно, что какой-то эффект приводит к цементированию системы капиталистической или там патриархатной системы или ещё какой-то. Но ведь всё-таки, наверное, лучше, чтобы были какие-то такие изменения, да, пускай и в виде реформ, чем вообще будет, ну, например, как в России, такая политическая апатия, прямо тотальный консерватизм. Не кажется ли тебе, что вот такое жёсткое разграничение реформной революции, да, классическое, о котором ещё говорили марксисты в девятнадцатом веке, ну, вот это ошибочно, да, попахивает, так сказать, ну... Читанство. Ну, не всегда хочется сказать мелкобуржуазный вертикализм, да, вот хочется использовать такую формулировку, да, ну, не буду, наверное, применять, но чем-то не особо продуманным. Не особо отрефлексировано, можно сказать, это отдают. Ну, дело в том, что эти движения, как я уже говорил в предыдущих опросах, они имеют опосредованный положительный эффект на политизацию. Но дело в том, что эта политизация не выходит за рамки того бунта, которого, ну, информация позволяет предоставить этим самым движением. Они не делают своей целью положительно изменить основную кабинетическую систему как таковую. Они могут заявлять, что они поборются против олигархата, против 1% богатых, что они являются новой контркультурой, но суть в том, что личности, которые находятся внутри этих движений, эти сами движения, они вписаны в логи в основной формации уже как таковая. Потому что они не несут с собой радикальную идеологию сохождения. А кто её несёт? Так, вот это вот задача. А много разделих антагонизмов, не соединённых вместе под одним, не могут нести именно на вертикальной нарезке. Если все заняты своим собственной борьбой, то в конечном итоге этих самых борцов легко разгробить и победить. Полностью согласен, но тут же появляется вопрос, тут же возникает такой комментарий, должны ли эти люди заниматься настоящей революционной борьбой. То есть, всегда немного смущает человек, который приходит и говорит, а вот вы, ребята, должны заняться настоящей борьбой. Вот я знаю, что такое настоящая борьба, а вы занимаетесь не настоящей борьбой. Но вот это же вопрос ещё, кто цементирует систему, как сказать, такая фигура, либо какие-то движения, которые, возможно, конечно, они в чём-то не правы. Вот последний вопрос. Вот ты говоришь постмодернизм, постмодернистский, что ты имеешь в виду под этим? В каком контексте? Вот ты говоришь постмодернистские условия производства идеологии. Ты говоришь постмодернизм, но ты произносила слово постмодернизм, что же это поднимает? Если брать философию. Ну, не хочется что брать себе, а хочется политологию. Ну, пост идеология, соответственно, выходит из философии постмодерна, так или иначе. Отсутствие одного большого автогонизма – смерть субъекта. Отсутствие одного большого автогонизма? Да. При этом ты говоришь о том, что какое-то должно быть настоящее революционное движение, которое ликвидирует алтогонизм. Да. То есть нужно снять противоречия постмодерна. А, то есть ты критикуешь философию постмодерна, да? Я не знаю, что постмодернисты, да. Это не особо диалектическое противоречие. То есть как это? Ты критикуешь философию постмодерна и говоришься постмодернистом? Ой, это шутка. Давай. Окей. Мне нету чувствовать. Да, по стороне. Просто я абсолютно уверен, что постмодерн – это мало что значит, что флишея, которое очень дико запутывает нас. Я понимаю, но надо снимать, как раз, противоречия, чтобы уникальное правительство показалось. Окей. Я прошу прощения, потому что я пропустил некоторую часть лекции, да. Но дискуссия, на самом деле, действительно интересная. Потому что, ну, действительно, можно встретить в левой радикальной среде идею о том, что, ну, окей, существует масса различных освободительных движений, да. которые, не знаю, там, борются за какие-то частичные улучшения жизни, там, черных, женщин, там, ОБТ, там, обочих, кого угодно, да. И, но, как бы, при этом подчеркивается, да, что вот капитализм все их переваривает так или иначе. Вот был там 68-й год, а потом все стали, значит, там, его деятели, там, системными деятелями, да. Там было, там, в 70-е, 80-е годы было рефикальное движение, там, ОБТ, да, которое сейчас в современной Европе, да, превратилось, ну, в такой мейнстрим, да, когда, там, какое-нибудь либеральное правительство не знает, чтобы оно такое сделать сначала, чтобы, там, поднять свою популярность, ну, вот оно, там, регализует наполы браки, например, да. Но при этом тоже правительство, как мы видим, например, в Франции социалистов, да, как бы, умеренно, да, оно может, там, регализовать наполы браки и в то же время, там, ликвидировать трудовые права, да. Ну, и часто, как бы, отсюда делается вывод о том, что все эти движения, они, как бы, какие-то, там, ненастоящие, да, а вот есть какая-то такая большая настоящая революция, да, и какое-то, не знаю, эталонное революционное движение, да, которое будет уж таким радикальным, да, что капитализм не сможет его адаптировать, да, и которое приведет, там, к системным изменениям, а не к тому, что, там, капитализм, в конечном счете, там, укрепится за счет снятия каких-то внутренних, там, части своих противоречий, да, ну, с одной стороны, я согласен с Володей, да, что такая вот ультрреволюционная точка зрения, она, во-первых, не учитывает интересы самих угнетенных, которые, ну, на самом-то деле, да, возьмем ли мы рабочих, возьмем ли мы женщин, возьмем ли мы ЛГБТ, они хотят просто, как бы, жить, как бы, нормальной жизнью и, как бы, просто решить часть своих проблем, да, как бы, в рамках этой системы, при своей жизни, они когда-то в будущем, да, поэтому, говорить о том, что они недостаточно радикальны, да, ну, не очень правильно, да, ну, окей, но очень радикальны, да, но, как бы, при этом, как бы, наша коммунистическая революция будет непонятно когда, да, решать проблемы угнетенных нужно уже сейчас, да, поэтому, ну, я вот, на самом деле, из этого противоречия, да, как бы, вышел бы очень просто, да, существует в марксизме, да, там, как бы, ну, понятие прогрессивности, да, да, есть, там, прогрессивное движение, прогрессивное – это не хорошее или плохое, да, то, что в данном историческом контексте, да, является, там, передовым, да, вот, скажем, движение, там, ЛГБТ в России, да, оно, как бы, может, оно сегодня является объективно, там, прогрессивным, да, потому что, как бы, современная Россия, да, вот, как бы, воспользовавшая идеология – это, там, крайний палеоконсервативный, на Западе, может быть, не настолько уже прогрессивно, как было раньше, да, потому что оно значительная часть своих целей добилась, да, поэтому я, ну, сам, вот, как бы, ну, наверное, вот на этом бы остановился, да, ну, и в пользу Михаила я бы сказал, на самом деле, следующее, любое движение, да, какими бы, там, не знаю, реформистскими, да, или там, радикальными не были его цели, да, оно всегда должно в самом себе содержать такую скептическую, да, и критическую установку, да, и рефлексировать самое себя, да, чтобы не остановиться, да, и продолжать быть прогрессивным дальше и дальше, да, потому что, как бы, ну, мы все понимаем, да, что без, как бы, этого элемента критицизма, да, и двигаться дальше уже не получается. Да, потому что, как я заметил вначале, вначале, в середине, что политкорректность стала тотальной идеологией по Мангейму, что закрытая система мысли, которая не подвержена критике, какому-нибудь диалектическому движению. Ну да, ну, мне кажется, в России говорить о политкорректности является, так сказать, особо политически актуальным, да, нам бы хотя бы политкорректность, да, как бы, вот, критика политкорректности, ну да, там, где она победится, да, там, где, ну, будем говорить о недостаточности, да, чисто словесного, да, такого, как бы, признания, да, уничтённых групп, да, когда-то будет, наверное, в России, где даже на уровне, там, не знаю, риторики официальной, да, всё это отрицается, не знаю. Ну, тем самым проще противостоять российскому реалию и проще их добавить в кастрюли, нежели западного типа. В принципе, у меня буквально пару слов, потому что Иван, в принципе, я сказал очень много из-за того, что я, как бы, в первом вопросе ей задал, но всё-таки, давай всё-таки дальше немножко пойдём. То есть есть у нас, как бы, пост-идеология, которая создаёт симулятор чего-то через какие-то, ну, так, так и так далее действия. И есть, вот, ну, как бы, употребляют твою лексику, есть некий бунт, который создаёт то, что создаёт идеология, но по-настоящему и правильно. И всё-таки я хотел бы понять, почему ты, вот, в принципе, отрицаешь, что пост-идеология в некоторых формах может, в принципе, создать то же самое, что может создать этот бунт? То есть вот в чём, грубо говоря, что это априори невозможно? Создать бунт через что? Нет, бунт создаёт вот какую-то реальную, то есть вот, пост-идеология создаёт симулятор чего-то, бунт создаёт реальное облачение этого чего-то. А почему априори ты сразу отрицаешь, что пост-идеология может какие-то проблемы вот решить и сделать то же самое, что создал бунт правильный? Ну, пост-идеология существует в рамках системы, она существует сейчас. То есть она продуцирует эти симуляторы, которые эту самую борьбу подменяют товаром, подменяют её неким символом, нежели реальной аминсипацией и борьбой. Только и всего. Ага, то есть идея зрения идёт, что если она её комментирует, то она вот так называется. То есть она это делает, то это уже не пост-идеология, а как бы что-то другое. А что другое? Ну, есть идеология, есть пост-идеология, но мы живём в пост-идеологии. Всё, хорошо. Я вот хотел вам по поводу деконструкции разных означающих капитализм. Получается часто так, что, занимаясь анализом тех или иных реальностей капиталистических явлений, мы как бы разоблачаем очень такое увлекательное занятие. И можно заниматься очень недолго. И действительно, он как бы так захватывает экзистенцию. Но возможно, что это, в принципе, для того, чтобы не отдавать себе отчётов в том, что разоблачаете реальности капитализма, мы вынуждены создавать какие-то другие реальности, которые неизбежно будут тоже поглощены и как бы абсорбированы этой системой. Кстати, поэтому вот, например, упоминанты Болиар и не был хребус, потому что он понимал, что вот эта разрастающаяся гиперреальность, она будет абсорбировать все знаки, в которых уже, как бы сказать, просто дело в том, что больше нет того субъекта, который верит в донатат, то есть то, что стоит за означающим место. Означающее оно означает само себя, а донатата никого нет. Собственно, в этой ситуации, наверное, необходимо думать о создании какого-то метадискурса, который может быть произведён как результата событий. То есть я к тому, что, чтобы не... Ну, то есть вы очень верно, мне кажется, прояснили некоторой реальности современности, но вот этот вот призыв к бесконечной деконструкции означающего, он, мне кажется, означает какой-то некоторый ужас перед необходимостью их, как бы сказать, после их деконструкции их же и производить. Нет, деконструкция не сама цель, а средство для создания как раз нового метадискурса. Вот, да, но дело в том, что этот метадискурс, он будет без события, да, он будет абсорбирован этой же самой системой производства означающих. Он, как бы сказать, обойдёт в её же конвенции без всякого донатата. Вот. И относительно того, что вот господствующим классам выгодно производить какие-то знаки для того, чтобы мы там употребляли их товары и, как бы, создавали прибыль. Ну, ведь дело в том, что в социалистических, в разных проектах, в принципе, ведь оказалось, что происходит то же самое. Люди тоже употребляют определённые знаки, то есть дело не в том, что это, то есть дело в том субъекте, который появится в новом времени, который формирует себя из окружающих его означающих. Вот, и эти означающие, они могут, их могут и извлекать прибыль, и не извлекать, но дело в том, что субъект их формирует. И, наоборот, дело в том, что субъект не воспринимает тотально означающее напрямую, потому что он видит только имплицитные версии этого самоозначающего вокруг себя. Да, 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 ну, это понятно, но дело в том, что если он будет видеть и эксплицитные, то будет ли это означать, что это, как бы, будет освобождено? Почему вдруг? Почему вдруг, например, в стране, где не было капитализма, да, в СССР, как бы сказать, можно считать, что люди употребляли то или иное, или покупали то или иное, саднося с какой-то, откуда не возьмись, взявшуюся свободный буль. Даже совершенно не так, это, как бы, абсолютно иллюзия так будет. Просто субъект это отбаков. Значит, ему надо предоставить другие означающие. Вот, по поводу пропуска формации, на Дальнем Востоке была опубликована такая книга, одного из марксистских исследователей Якутии, Якутия так и называлась, где он описывал то, как якутские племена, когда их, как не пришли агитаторы советской власти, которые, будучи еще в традиционном способе производства, принесли им, собственно, вот этот вот пре-капиталистический способ экономики. То есть, якуты из традиционализма сразу перешли капитализм, минуя стадию феодализма. И от этого у них не сформировались типичные такие, начались от товарного фетишизма. И тем самым у них очень сильно были выражены как раз противоречия между способом производства натуральным и самой идеологией капитализма как никого. Но поскольку мы не пропускали капитализм, Советский Союз все-таки хоть и не был бы скалом, разумеется, но товарно-денежные отношения существовали, как некий переходный период, который провелся 70 лет. И, как вы правильно заметили, суть состоит не в том, чтобы бесконечно противостоять самоозначающему, и создавать некую мета-реальность, исходя из логики самооформации, а то, чтобы эту логику все-таки снять посредством освободительных движений, к которым мы надеемся на это станем. Наша задача не в том, чтобы постоянно продуцировать, продуцировать эти самые символы и знаки, а в том, чтобы полностью от них избавиться в конечном итоге, создать некую новую... Мы не знаем себе знаки. Вот тут написано коммунизм, вот тут написано, понимаете, деньги. Дело в том, что коммунизм, причем уважение к этой идее, это означающее, которое... Уже понятно, что его никогда не будет, потому что это какое-то представимое будущее, это идеология. Ну, это не будущее, это... Это как бы вариант утопии, как бы сказать, некого предстоимого будущего, которое уже настолько символически вошло в последние 200 лет в идеологии, в дискуссах, в разной, как бы сказать, в сеть, означающих, что, как бы... То есть не производить альтернативные означающие невозможно, но, производя их, мы пополняем кондициональную систему. Вот, как бы сказать, в чем, как бы, дьявольская сущность этой просто идеологии. Я к тому, что нам действительно нужно собираться, читать лекции, там, обсуждать, и нам это все очень нравится, это все очень замечательно. Но, к сожалению, как бы, без события, без повода для мета-дискурса, это все абсолютно то же самое о произведении знаков. Ну, то есть я просто призываю к некому здоровому пессимизму. А не назвал коммунизм так? Так, если это просто было это самое... Не вопрос, вот, пожалуйста. Я хотел спросить, только тут противопоставляют революционное и реформистское, так сказать, движение очень сильное, я бы даже другое подчеркнул. Могут быть реальные изменения, сделанные революционным путем, то есть, так сказать, по итогам революции, могут быть реформистские реальные изменения в том, как устроены производительные силы, тем самым как какие отношения людей. А есть, так сказать, изменения, которые просто не несут реального содержания в этом смысле. И я проблему вижу, скорее, в том, что вот эти, так сказать, постидеологические движения, они не имеют, на самом деле, проекта изменений существенно, меняющих общество, хоть эволюционных, хоть реформистских. И в этом проблема, потому что... По сути, это мой вопрос. Одно дело, реформисты там были, так сказать, там Русбольд, этот, или там Спутинавский стал демократом, скажу, стал демократией, в том смысле, она реально поменяла во многом реформистским образом функционирование капиталистического общества. А сейчас то, что связано, в частности, с движениями вокруг политкорректности, вокруг отстаивания там интересов групп по идентичности, ну, что? Да, есть, предположим, проблема системного насилия, вырастающего, предположим, из расизма, из расистского наследия. Но если фактически предлагаются изменения, которые просто там, грубо говоря, заменят какое-то количество белых субъектов этого насилия на черных, унижек-то, в принципе, ничего. Вот. И вот проблему я вижу в том, что у людей все-таки при всем этом есть именно тоска, так сказать, или стремление к тому, чтобы были какие-то реально изменения. И здесь вот все с этим по поводу Трампа. Насколько я понимаю, все-таки Трамп все-таки в значительной степени спекулировал именно на этой жажде реальных изменений, которую, с точки зрения значительной части поддержавших его обывателей, предлагают вот именно это крайне правое направление, а у левых они этого не увидели. То есть, грязное белье и размахивание им – это, так сказать, более второстепенная вещь. А реально, ну, что, ну, значительная часть, так сказать, тамошнего обывателя понадеялась на то, что Трамп принесет с собой, ну, там, какое-то возрождение, пришедших в упадок регионов, там, появятся новые рабочие места. И это намного более реальная вещь. Что за этим реально кроется на вот уровне подспугных социально-экономических процессов – другой вопрос. Я вот недавно читал на сайте BBC, был, ну, русской версии сайта BBC, был репортаж из вот такой вот американской глубинки, протрамповской. Там, в принципе, говорилось, что да, что тяжелый социально-экономический упадок, при этом люди надеются на Трампа, большинство его там поддерживает. При этом говорится, что действительно какие-то даже признаки какого-то там появления новых рабочих мест, какой-то новой работающей экономики есть, при этом говорится, что реально они начались до избрания Трампа. То есть, в принципе, это, так сказать, некое отражение процессов, которые прямо не связаны там с его избранием. Но вот это вещи, с которыми надо разбираться. Но другое дело, что да, есть другая часть общества, предположим, в Терпо-Чёрных сообществах, которые этого эффекта не чувствуют, которые, наоборот, естественно, реагируют на, ну, расистскую составляющую всего этого дела, ну, и их аккумулируют, наоборот, так сказать, вот эти вот эстабельшментные деятели, что тоже, понятным образом, является жульничеством. То есть, вот здесь я бы поэтому говорил не о прогрессивности, скажем, движения, всё-таки, а о прогрессивности результата, прежде всего. Потому что у нас движением чаще-часто называется некая вот именно движуха, которая реально результата не производит. и, собственно говоря, рост, так сказать, размножения такого типа движух, ну, это, собственно, составляющая того же процесса, который вы описываете. То есть, это не только на уровне, там, рекламы, поведения отдельного человека под воздействием рекламы, но это также и на уровне, скорее, политической активности всё происходит. И, опять же, вот, провоцирую уже на то, о чем Иван говорил, о применении к России. Я в связи с этим именно и считаю, что в России борьба за политическую корректность, ну, в общем-то, не особо нужна и контрпродуктивно. В частности, вот ещё почему. Что ведь на самом деле, те методики, которые в идеологии политической корректности есть, они всё-таки во многом совпадают с теми, которые у нас применяются и сейчас, так сказать, правящим режимом, в интересах уже, так сказать, вот его идеология, консервативно-традиционалистской, и частично унаследованы и от прежних времён, особенно поздней советской системы идеологической обработки. То есть, эта ритуалистика, оторванная от реального задержания, она же всё-таки в других формах существовала, но она существовала и раньше. И поэтому, когда этому противопоставляется политическая корректность, то, в общем, значительная часть населения в принципе будет этому противопоставлять, ну что, вот этой ритуалистике, некую как бы реальную, с этой точки зрения, так сказать, искренность. Тут, на самом деле, это психологически во многом, по-моему, похоже на то, что многих Трампа привлекло. И, кстати, именно это, как я понимаю, какую-то часть публики привлекала и привлекает и в Путине, причём именно не в общих порядках, как правильно этот путь к отличности воспринимается так, так сказать, что-то связанное с реальностью, с почвой. Вот. Это понятно, что всё направляется дальше в сторону реакционно, то есть они с этой реальностью делают, так сказать, погабные вещи. Но, когда противостоят, противостоят друг другу движения «я» или «две духи», которые, так сказать, вот этой ритуалистике уделяют непропорционально много внимания, и «я», который будет, так сказать, гатно, который реально что-то делает, то у этого гатно, так сказать, большой шанс. «Я бы тоже выставил…» «Я бы тоже выставил…» «Я бы тоже выставил…» «Я бы просто выставил…» «А, выставил…» «Чего?» «Миш, ты как-то будешь комментировать или?» «Богу. «Я согласен скомментировать». «Окей. Я просто хотел бы поднять опять вот эту тему радикально подлинного революционного движения. Ты говоришь о том, что есть, по-моему, какие-то инициативы или проекты, это действительно так, которые не ставят своей целью смену социальной системы, но они борются за какие-то, такие частичные, предположим, требования, которые могут быть использованы господствующим классом. Я правильно тебя понял, да? Почему могут быть использованы? Они, собственно, работают на стоматированной системе. Да, окей. То есть, да, это действительно так. То есть, они сплошь и рядом действительно работают на цементирование системы. Самый большой вопрос, который здесь возникает, это, конечно, что такое вот это самое, самое дело, что такое революционная борьба. И тут я вспоминаю свою профсоюзную практику. Мы с вами работали в профсоюзе, ездили на заводы, общались с обостающими рабочими, пытались как-то с ними взаимодействовать, значит, чему-то обучать, направлять процессы и так далее. Вот в профсоюзной борьбе есть представление о, в профсоюзном движении есть представление о том, что люди учатся на борьбе. То есть, рабочие не могут сразу вот прийти и, не знаю, устроить захватную стачку, да? И глупо сразу профсоюзному агитатору идти к рабочим в цех и говорить, а ну-ка давайте, ребята, захватим забот, значит, выкинем директоров, да? Ну, как это происходило в фильме у Эйзенштейна. И, значит, потребуем стопроцентное увеличение заработной платы. Абсолютно точно рабочие скажут такому человеку, ты вообще, ты кто сам? Ты вообще, как тебя звать? Ты откуда? Откуда у тебя такие планы наполеоновские, да? Пусть что ты решил, что вообще у тебя хоть что-то получится, да? То есть, в профсоюзном органайзинге считается, что для начала надо добиться хотя бы чего-то, привлечь хотя бы каких-то сторонников, да? И после того, когда хоть какие-то позитивные результаты будут завоеваны, да, двигаться дальше, ставить более амбициозные планы, расширять организацию, обучать актив, и так далее, и так далее. То есть, организация учится на своих победах, и на ошибках на своих тоже, да? Но стимулирует людей на дальнейшую борьбу именно успешный опыт, именно опыт побед, да? И если этого опыта не будет, да, то, в общем-то, апатичные, как правило, просто материально бедные, дезориентированные люди, да, будут, я не знаю, ходить в церковь или, там, не знаю, каждый день напиваться, там, и так далее, и так далее, да? То есть, они будут заниматься вот этими вещами, а не социальной борьбой, да? И мне кажется, что та же самая логика, она применима и к обществу в целом. То есть, если взять, предположим, каких-то, рабочий класс, да, используя такое, ну, традиционное, да, наименование, субепролетариат, российский пролетариат, да, разрозненный, разбитый, деморализованный над сталинизмом, демолиберализмом и так далее, да? Откуда возьмутся вот эти революционные требования, да? Или, если взять американский пролетариат, который тоже находится далеко не в лучшей ситуации после макартизма, после того же неолиберализма, после победы Трампа, там, и прочее, и прочее, и прочее, да? И что мы видим, например, в российских реалиях, да? То же, с чем мы сталкиваемся, мы, левые активисты, уже годами, да? Когда предприятия, те же самые профсоюзные активисты, когда вот эта необходимость вот этих подлинной радикальной борьбы, подлинных радикальных требований используется реакционными силами в реакционных интересах, да? То есть, грубо говоря, происходит забастовка на заводе рабочие и требует 10% увеличения заработной платы, там, и перевода в нервные штатников в штат. Работает какая-то пресс-служба, сочувствующие леваки рассылают посты и так далее, да? Приходят какие-то люди, абсолютно консервативно настроенные, да? И которые говорят, знаете, вы все просто придурки, вы все просто, извините, процитирую, мудаки, да? Почему? Потому что надо идти Кремль брать. Вообще, берите автоматы и стройте мировой коммунизм, а вы здесь боретесь за какие-то копейки. Да вы вообще фрики. Это говорят голоса, которые, вот, они растворятся в небытии. Это люди сидят, которые, ну, посадив задницу перед компьютером, сидят и вообще не делают ничего, да? Но они говорят, как раз, они производят это абсолютно реакционное высказывание, да? Из позиции необходимой, вот, некой подлинной радикальной борьбы, подлинной революционной борьбы, да? И вот это их высказывание, озвученное из позиции перед телевизором, оно играет как раз деморализующую роль, да? И это вот форма хейтинга, как сейчас, ну, принято говорить, да? И как раз хейтеры, как правило, прогрессивных каких-либо инициатив, они часто используют вот эту риторику подлинной радикальной борьбы. Хотя, безусловно, подлинная радикальная борьба нужна. Но, возвращаясь к сказанному мной, вот, как бы я это резюмировал, подлинная радикальная борьба возможна только как контекст, не как отдельное требование выдвинутое, а как контекст, в котором вот эти отдельные начинания выстраиваются как отдельные шаги по направлению, хотя бы к осознанию, да, более радикальной борьбы, какой-то коренной борьбы, да? То есть, когда появляется какой-то человек и говорит, вы все лохи, вы неправильно боретесь, да? Это реакционное высказывание, это контрреволюционное высказывание как раз. Единственное революционное высказывание, которое может быть, это указание вектора, да? В рамках которого вот эти отдельные начинания будут выстроены как моменты, да? То есть, это называется старым добрым слогом диалектика, да? А вот, так сказать, высказывание из позиции, ну, ты вспоминал Лакана, да, и власть отца, да, высказывание из позиции отца, да, вот это, ну, мне кажется, контрреволюционное высказывание. Вот я хотел бы об этом сейчас поговорить. Почему Навальный набрал такую большую попадание за такое кроткое время? Потому что он провел свою агитацию опосредованно. Соответственно, я, когда говорил, что те или иные освободительные движения так или иначе цементируют систему, я же не говорил, что они в своих начинаниях-то не правы, я говорил, что они не правы в своих действиях. И, если брать, например, того же Навального, агитация, чтобы изменить реальную, если говорить о Лакане. Изменить реальную можно только через символическое и воображаемое. Соответственно, воображаемое здесь у нас является само желание изменить систему какого-то. То есть, это Навальный. Навальный хочет прийти к власти. Вот это воображаемое. Символическое – это борьба с коррупцией. То есть, имея в виду то, что сам Навальный придет в конечном итоге к власти в России и его сторонники, он продуцирует идеи о том, что коррупция поглотила всю российское общество, с ним надо бороться. И нам уже через эту идею, через идею символического к нему приходят сторонники. И он на этом как раз и через подобное опосредованное позволяет ему в дальнейшем радикализировать, если бы он хотел, конечно. Но это он, конечно, не хочет. Позволило бы ему радикализировать эти самые массы. Но, тем самым, этот пример тем самым позволяет нам применить подобную тактику и на себя, через свою действительность. То есть, у нас есть те же самые выражаемые и через символическое, допустим, если брать рабочих, выручение заработной оплаты. Хорошо. Вообще, посредством этим мы можем их радикализировать. Допустим, студентов, стипендии, жилищные услуги, общежития и так далее. Хорошо, через это можно их радикализировать и дальше. Также нужно, по идее, действовать с движениями в США. То есть, у нас есть патриархальная система, на что мы упираем, в первую очередь, на то, что существует сексизм в органах власти. Хорошо. Через эту идею мы продвигаем то, что нужно изменить саму реальность, сам патриархат. Только и все. Соответственно, вот подобная логика тактики и стратегии политической борьбы, она уже показала свою успешность, на примере Навального. И она должна быть перенита с существенными дополнениями, разумеется, и с более радикальной навеской и левой. А в качестве символических вот тут нужно что использовать? Навальный говорит о борьбах с коррупцией, которые очень идеологически кондиционально. А я не говорю только про борьбу с коррупцией. Не-не-не, вы говорите про пример, что это символическое. А что должны использовать мы как символическое? Я начинал говорить. У нас не такая... Наши требования не заключены в одном, только в пункте. Для каждой из социальных стран мы должны использовать свои собственные означающие. Дело в том, что просто борьба с коррупцией – это такое означающее, которое, как бы, кондициональное для всех. Что лево, что право, но всем этим загладно. Что коррупция – это плохо. И поэтому Навальный, он обрет такой, как сейчас говорят, хайп. А, как бы, мы можем использовать как раз-таки только идеологические означающие, которые будут приниматься, если одной социальной страны, то они будут приниматься на другой. Потому что, например, вместе с феминистской и ЛГБТ-оповесткой понятно, что мы, как бы, пролетаем мимо огромного количества масс. И, как бы, это совершенно... Допустим, означающее такое, как доступное медицинное образование, я не думаю, что сильно... Да, да. Дело в том, что доступное медицинное образование, допустим, их там... А Капарев тоже с этим согласен. А, как бы, скорее средний гражданин пойдет к ним, чем к нам, у которых еще и феминизм, и ЛГБТ. Понимаете? Да, вот. У мужиков не сразу ловнут по голове феминизм и ЛГБТ. Для этого и нужны подобные последовательные методы агитации. То есть не сразу давать им весь идеологический спектр того, что мы имеем, не сразу давить теории, а через вещи, знакомые им в бытовом плане. Чем с этим не сталкиваются каждый день. Хотелось бы вопрос задать? Да. Ну, я не хотел бы вопрос прокомментировать, потому что то, что мы выиграли, наверное, даже скорее о чем-то есть, да, по поводу политкорректности, да, возвращаясь к теме политкорректности, мне кажется, мы немножко от нее уклонились, да. Мне кажется, что вот эти бесконечные споры о том, что должны ли мы придерживаться каких-то правил политкорректности или не должны, они в значительной степени бессодержательны, да, и в том, что они настолько навязчивы, да, в том числе и в левой среде, я вижу только, на самом деле, какие-то, не знаю, действия какой-то консервативной идеологии, да. Почему? Потому что, в общем-то, в политкорректности нет ничего ни нового, ни обычного, да, ну, собственно, даже если мы возьмем, там, какие-то классические примеры, там, из русской истории, да, то борьба, там, не знаю, рабочих и крестьян, да, она в том числе, одно из завоеваний, там, на русской революции было в том, что там людей, там, не знаю, из низших сословий, ну, сословий исчезли, да, вот, и обращаться к рабочему на «ты» начальника стало неприлично, да, даже Тронских преданной революции говорит о том, что, вот, в старинскую эпоху снова начали начальники обращаться к рабочему на «ты», да, говорить, там, крестьянину, там, «эй, ты, человек», стало тоже неприлично, да, называть еврея жидом стало неприлично, да, и в этом, на самом деле, проявляется вот в этом изменение, да, вот, как бы, у этой речевой тактики проявляется просто признание проблем, которые определенных социальных групп, да, то есть сейчас дискриминация, там, не знаю, вот эта консервативная, там, все эти ксенофобные идеи, они проявляются, как правило, в том, что отрицается вообще, обесцениваются полностью те проблемы, которые ставят, скажем, феминисты, нет никакого угнетения женщин, да, там, нет никакого расизма в отношении, там, людей с небелой кожей, да, то есть просто идет, как бы, некое отрицание и замалчивание, да, и при этом те же самые правы, да, которые отрицают, вот, весь этот спектр проблем, которые, на самом деле, существуют, на самом деле, актуально, да, они говорят, вот, апеллируют к этой, такой, ложной искренности, да, вот, почему мне, там, белому, там, гетеросексуальному жуку, как бы, да, вот, уши гетто, вот, мне не назвать так, как я хочу, да, или вот, феминистку, мне тоже, вот, женщину, мне не назвать так, как я хочу, почему мое, как бы, вот, это ксенофобное слово, да, очень меня, как бы, ограничивают, ну, как бы, потому и ограничивают, да, потому что, как бы, идет, там, не знаю, идеологическая, там, социальная и прочая борьба, да, и уменьшенным группам, естественно, сначала необходимо добиться, хотя бы, признания себя в качестве, там, уменьшенной группы, поставить проблему. Другое дело, что, как, ну, ты, наверное, да, и многие здесь правильно говорили, да, сама по себе это корректно, это просто признание того, что проблемы существуют, но это не решение проблемы, да, скажем, если мы говорим о проблемах, связанных с дискриминацией, да, то здесь, как бы, должны быть задействованы самые разные инструменты, начиная, там, вот, квотирование, да, самое, то, что, как бы, часто в буржуазных странах, как бы, используется, да, ну, и заканчивая, скажем, такими вещами, как, то есть, что в Советском Союзе, да, ну, скажем, как существовала там единая тарифная сетка, да, то есть, как мы говорим, скажем, об устранении неравенства оплаты труда мужчин и женщин, да, то, как бы, мы должны говорить о том, что те профессии, например, да, которые традиционно являются женскими, да, как бы, уровень оплаты труда в них должен каким-то образом регулироваться, очевидно, регулироваться государством, да, для того, чтобы он регулировался, необходимо вводить стильные механизмы, там, управления экономикой, да, хотя бы на этом уровне, да, вот, то есть, тут, на самом деле, ну, можно говорить, там, множество разнообразных инструментов, да, которые не сводятся к тому, что, там, женщин, там, перестанут называть, там, тёплым инструментом, да, вот, но при этом, при всём, да, при том, что, конечно, корректность это недостаточно, да, мы не должны покупаться, вот, на эту консервативную ритолику про искренность, да, там, про свободу слова, про вот это вот, то, что говорят нам, что, вот, от нас требует какой-то стерильности, нет, как бы, с точки зрения, там, угнетённых людей, да, абсолютно сопривидливое требование, да, как бы, состоит в том, чтобы не выслушивать ту лексику, да, которая, по сути, является расистской. Так, российская лексика и российское мышление – это разные вещи. Ты убрёшь лексику, а мышление всё равно останется неизменным. Даже более того, толерантность, как таковая, она не только не играет на пользу угнетённым, организованным меньшинствам, сколько возвышается у актера толерантности над этими самыми меньшинствами через подобную лексику. Ну, здесь я скажу, что, например, мне, в общем-то, глубоко неприятно то, что, там, антисемит, например, себе думает, как бы, да, вот. Мне главное, чтобы он не делал определенных вещей, да, вот. И, как бы, там у себя дома, там, не знаю, в сообществе, там, своих единомышленников, антисемит, может быть, всё что угодно, да, вот. Но если он выходит в какую-то публичную сферу, да, то я, в общем, за то, чтобы, там, не знаю, антисемтизм, как бы, был, ну, если не, там, каким-то уголовным указуемым, то вот, по крайней мере, общественно порицаемым явлением, да, и, как бы, в этом плане, в общем, ну, я думаю, что, конечно, да, если какие-то вещи обществом сознательно маргинализируются, да, например, тот же самый антисемитизм, да, вот, то и проявление, да, вот, как бы, такого рода мышления, да, ну, как, там, табуируется или ограничивается, то и само это явление, в общем, ну, становится не таким уж страшным, да, потому что, как бы, оно просто является маргинальным. Ну, нельзя маргинализировать или криминализировать подобную лексику сверху. Подобные инициативы всегда должны идти исключительно из самого социума. Поэтому я поддерживаю легализацию, там, «майн камф» и «сластик», потому что через кооптацию использования подобных символов ненависти эти символы ненависти перестают содержать в себе подобную коннотацию воли. Я вот с ним не совсем согласился, да, я тоже против того, чтобы сажать людей за свастику или, там, за чтение, там, «майн камф», да, поскольку, как бы, это, в общем, длигает, скорее, противоположный эффект, да, но я за то, чтобы люди, которые выходят на улицы со свастиками, да, или, там, пославляют Гитлера, да, чтобы они на этой улице получали по морде, да, этих фашистов, как бы, да, пускай их, так, не сажают в тюрьму и не забирают в полицию, да, но пускай каждая демонстрация ультаправа, да, сопровождается мобилизацией людей, которые этим не мучены, да, так будет, мне кажется, более спиритливо, да, вот, что касается, там, запреты сверху и снизу, да, то тут, мне кажется, нельзя эти понятия противопоставлять, ну, просто потому, что те, ну, мы боремся за права, например, да, там, например, там, НГБТ борются за свои права, отстаивают свое, как бы, свое право, да, там, скажем, вступать в брак, да, и подрагаться насилием. Они борются там 20 лет, допустим, да, и в какой-то момент эти требования, требования определенной социальной группы, они становятся законом, да, то есть там происходит, скажем, легализация 1,5 бра, да, и то, что изначально было, как бы, требованием снизу, да, оно в какой-то момент становится, там, тем, что, как бы, действует сверху, да, вот, как запреты, то же самое с 8 часовым рабочим днем, да, когда-то это было требование рабочего движения, да, потом это в большинстве судебных стран стало законом, да, и говорить о том, ну, мы же не можем, скажем, выступать против 8-часового рабочего дня, потому что, как бы, это записано в Трудовом кодексе, да, мы должны понимать, что то, что это записано в Трудовом кодексе, является неким социальным завоеванием. Ну, да. Другое говоря, просто разрыв между означаемыми и означаемыми сужается, или, наоборот, они разводятся. Вот борьба за политкорректность, она все больше ведет на разрыв, так сказать, этих вещей, и на, действительно, чистую ритуалистику. Ну, вот, на самом деле, это анекдотический уже совсем пример, но к которому это сейчас можно привести, вот, как это сделано известной группной корпорацией под названием «Фейсбук». Ну, все знают, как «Фейсбук» удаляет комментарии за неполиткорректную лексику. Это крайний случай, я думаю, совсем идентифицирован. На самом деле, так сказать, эта тенденция такого типа, она всегда будет присутствовать, когда сказали, в самом борьбе за политкорректную лексику. И читает о реальных вещах, о которых ты говоришь. Ну, да, действительно, так сказать, но все время же ее сводят к, это самое, не к вещам, но, наоборот, ритуалистическое. Ну, тогда нужно бороться с ритуалистикой, да, а не за травмой, как бы, жигам, злоржигам. То есть нам надо вводить еще одно данное понятие, например, это же репрессивная корректность, как Амбакуза тоже использовала, соответственно, это определение, да, то есть не избыточное движение таланта. Просто реальный проблематик, потому что, на самом деле, ну, ты что сам понимаешь, на самом деле, есть, скажем, вопрос, не надо, но он, на самом деле, серьезно актуально не является. Когда он перестал быть устроен, совершенно не по причине борьбы за политкорректность, а по причине определенной вполне объективной эволюции их женщин. Совершенно верно. Так вот он перестал быть актуальным, да, с его разных причин. И лексика это в России тоже уже, на самом деле, это уже совершенно пережиточная же вещь, борьба с сатуриспущей. Ну, понятно. Это сейчас, как базар. Знаете, ну, есть, то есть я лично, да, есть евреи, которые, может быть, сейчас даже, вам примери, насильные. Потому что они, как раз таки, вот, вы знаете, есть такой генократик, генократик Антон Голин. Кто-кто? Антон Голин. Еврей. Ну, уж вам евреи. Он пришел в гранатуринку, когда есть большой пост о проблеме антисемитизма, и он пришел в том, что, если кто-то, если проблемы нет, то может выпасть. На самом деле, что антисемитизм, он просто, ну, не такая длинная история, что окажется, что она уже закончилась. А на самом деле, она, как бы, не туда ездила. Я могу на это неполиткорректно ответить. Что всегда есть протяженный процент недвокупок. И на всех, как говорится, не надо знать. Да, но, понимаете, как антисемитизм, за ним стоит определенная, как бы, и в этом, вот сейчас, вдоваться не в времени, но, как бы, очень большая, фундаментальная мировоззрительная идеология, которая никуда не делается. Ладно, я хотел по поводу политкорректности вот сказать, что, в принципе, политкорректность, она вытекает из, в принципе, такого, самого классического политериатского либерализма, что вы обязаны учитывать другого, но сами вы имеете право думать о всё, что вы хотите. И попробуйте, как бы, этому что-то противопоставить, потому что, субъект, который живёт в этом мире, он, как бы, аффектирован разными мифами, метанарративами, да, и, то есть, он, он всегда будет, как бы, сказать, видеть какие-то различия и противоречия. Но при этом, он, как бы, ему, говорит, что он обязан учитывать другого. И тут, как раз-таки, постмодернизм, который вы упоминаете, он, как раз-таки, сыграл позитивную роль, потому что он, как бы, постмодернизм, он, если можно так сказать, феминизирует метанарративы, то есть, он делает их обезжирением. То есть, уже, как бы, мусульмане признают транссексуалов, и белые, гидросексуальные мужчины, христиане, признают ЛГБТ, да, то есть, постмодернизм, он снимает противоречия. Вот. И, то есть, в этом смысле, что, ну, то есть, какая тут, может быть, альтернатива-то? Как можно породить того субъекта, который всегда будет, как бы, не почувствовать этих, а, как бы, различий, основанных просто на разности этических позиций, мировоззренческих субъективностей? Ну, все позиции, конечно, субъективности, субъективные, в том числе, они не являются идеями самого субъекта как такового. Он все равно, но он проецирует себя через другого. Потому что вы сейчас говорите, тоже не являются вашими идеями, а, понимаете, как он мэр, не являются идеями. Да, 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 вот именно, в том-то и дело. Вы говорите о том, что будет снята идеология, будет снято ложное сознание, и мы приберемся к какой-то нормальной, человеческой реальности. Но это же полная ерунда, нет никакой нормальной человеческой реальности. Нужно это заменить какими-то другими идеологиями, потому что, как бы, ничего другого просто быть не может. Понимаете как? Да, ну, то есть, опять же, это метадискурс. и вот просто Амадерн, он, как бы, опроводил такой метадискурс в себе самом, в котором он, как бы, обезжиривает метанарративы, идеологии, и делает возможным признание транссексуалов мусульманами, и так далее. Что-то это не очень активное такое. Что? Нет, ну, по-моему, на Западе дать приходу, у нас-то просто мы живем в таком религии, который нет, а, между прочим, есть уже сайт русских мусульман твиров, и, естественно, это было невозможно еще сто лет назад. То есть, понятно, что наступление вот этой гиперреальности, оно сыграло свою гуманистическую роль, потому что люди больше за этими означающими не видят донатата, они, так сказать, ну, вот, и вы, и вот, и в этом смысле, то есть, получается, тот дискурс, который вы прицепите, он как бы вклинивается в эту ситуацию, он говорит о том, что давайте как бы пройдем настоящую подлинную толерантность. А, как бы сказать, из каких метров, вы говорите, что политиковальный человек, он не толерантный. я с вами согласен, да? но она, как бы, она откуда возьмется? Впоследствии на рефлексии? Нет, вот, допустим, себе представить, что там человек, там, мусульман, он считает, что, то есть, ему Бог сказал, что геи, это, то есть, они должны быть убиты. он будет, сколько будет рефлексироваться, ну, так бы, о Бог сказал. Понимаете-ка? Тут, дело в том, что, опять же, вы говорите о том, что человек, он снимет со себя оба идеологии, и проберется к какому-то подлинному, хорошему, правдивому, толерантному себе. Ну, это же, как бы, ну, это, мне кажется, очень наивно так же быть. Ну, про толерантную себя, я не использовал термую толерантность, вообще, в принципе, в данной ситуации. Скорее... Вы его использовали? Нет, использовал негативного ключа, потому что толерантный человек, на самом деле, возвышает себя над теми, кому толерантен играет роль благородного, белого человека. Ну, он просто, он играет роль того, кто выдает их признание. Он просто, он признает наравне с другим. А как, ну, то есть, может быть, такой вариант, который вы описали, ну, это скорее как раз варианты политкорректному человеку, но не толерантному человеку. Нет, я думаю, что терпимость, прям она у него, еще толерантность, то есть, да? Ну, нетерпимость, нетолерантность, скорее, это принятие другого, как самого себя. Ну, да. Почему? Ну, тогда это вообще, да, ну, 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 просто сложно себе представить, да, ситуацию, да, в которой, ну, там, общество, да, в котором, там, терпимость, восприятие себя, как, другого, как, другого, да, извините, уже с драфтологией, да, чтобы она совершенно не имела места, да, то есть, даже если мы представим себе, там, не знаю, какое-то социалистическое общество, да, но все равно, вероятно, в нем будут сохраняться какие-то, там, не знаю, этнические различия, гендерные различия, там, не знаю, индивидуальные различия, подряды, да? Ну, конечно, их надо не учитывать эти различия, просто толерантность, чем и плоха, что она заменяет поле общения и коммуникации между людьми уже готовыми иллюзиями, готовыми паттернами этого взаимодействия, потому что, как я считаю, идеальная в данном случае коммуникация двух субъектов будет в том, чтобы каждый из этих субъектов так или иначе показал другому свою собственную перверсивность с самого начала, то есть, через именно подобную искренность и может быть подобное принятие другого, как самого себя, но не через паттернализацию этих самых отношений. Мы живем в, не знаю, в больших городах, да, где большей части людей, которых мы встречаем, там, видим на улице, да, нам не знакомо, да, и о каждом из них мы, там, создаем себе, не знаю, первое впечатление, да, по каким-то внешним признакам, да, то есть, как человек кадет, да, как он себя ведет, и так далее, да, мы все равно создаем себе некий стереотип другого, да, и по отношению к этому, там, стереотипному другому, там, ну, ну, допустим, есть люди, которые, когда они видят, там, женщину в, там, срамской одежде, да, они очень пугаются, и думают, как бы, там, они террористы, или это, да, и требуют, там, запрета хиджабов, потому что им, когда они видят женщину в платке, как бы, дорисовывается образ, который, как бы, у них там есть, да, это не их образ, по сути, это не их образ, да, это не их образ, да, но для того, чтобы взаимодействовать в таком обществе, где мы, в общем, как бы, таком анонимном, да, обществе, где мы вынуждены общаться с большим количеством знакомых людей, да, мы не можем не достраивать себе такие... Тут вариант того, что, достраиваем ли мы, собственно, верно, этот самый патум, потому что... Скорее всего. Ну, потому что, смотри, если брать воображаемое в этом плане, ну, я раскрою, если идеология или пост-идеология конструирует наше представление каком-то либо социальном или общественном моменте, то, скорее всего, это представление будет иллюзорно. Например, инструкция в самолете, как эвакуируется, собственно, самолет во время аварии. То есть, инструкция, она должна, по идее, симулировать, представлять саму аварию, как бы ее представила моя идеология в идеальном плане и формате. На самом деле, авария происходит не так, как это написано в инструкции. То же самое и с... в инструкции. Она выполняет, при этом, эту инструкцию, нужную роль, она успокаивает пассажиров перед полетами, да, вот, и, как бы, создает, ну, как-то, трудности. То же самое и с толерантностью. Да, но это верно, да, она, при этом, выполняет, как бы, все равно определенную функцию, Но эта функция не соответствует действительности. То же самое и с толерантностью. Эта веранность, она закругляет саму противоречку. Ну, там, инструкция о том, как действовать в случае крушения самолета, даже если представить, что эти все эксцепты совершенно не действенны, да, она, конечно, вряд ли вам поможет в случае крушения самолета, да, но она, тем не менее, решает какие-то стоящие задачи, да, там, с пассажирами не делаются обмороков, да, не знаю, как бы, люди начинают, там, не знаю, кричать, да, во время полета, да, у них в целом повышается комфортность как бы этого путешествия, да, вот, снимаются какие-то другие проблемы, да, ну, вот, что касается толерантности, да, я понимаю, что, как бы, безусловно, толерантность – это вещь ритуальная, да, но мы все вовлечены, как бы, в ритуал социального взаимодействия, да, но все наше сообщение, да, оно все ритуализировано, да, и мне кажется, что даже если брать, не брать общество в целом, брать, скажем, там, я не знаю, левую организацию, да, как бы, то мы вот, как бы, к этому пришли, да, даже в нашем узком кругу, да, что некоторые, там, обороты речи мы не используем, да, не потому что мы, там, такие вот приверженцы этой советской формалистики, а потому что, если их не использовать, да, то взаимодействие, общение, там, я не знаю, соглашение между людьми, да, оно происходит проще, да, без лишних конфликтов и так далее. Но, с другой стороны, подобное использование речевых фраз должно дегонструировать самого себя, то есть, в посттуралистской традиции, допустим, называть, там, женщину определенным нехорошим словом, должно предварять того, что я хочу назвать слово, но я не говорю, потому что я считаю это не нужным. То есть, допустим, я могу шутить эти семицыкс-форские шутки, потому что я еврей. Так вот, смотрите, допустим, стоит передо мной еще один еврей. Я хочу назвать его жердом, по моим личным каким-то причинам. Я говорю, я не говорю, что он жит сразу, но я говорю, друг, я понимаю, что нажать тебе жердом неправильно, но все-таки я замену этот термин, на, допустим, на еврей. То есть, он понимает саму идеологическую суть моего к нему обращения. Давайте, вот, зачем, как бы, делать это? Просто не называть людей жердами, да? Взять это как некое, как бы, просто правило, да? Там, которое не знает исключения. Мы не произносим этого слова, как бы, просто потому что в большинстве контекстов оно является оскорбительным антисемитским, да? Вань, по нему, что ответили, да? Ответ был такой случай. Человек, именно, обращением к тебе еврей, он тебе как бы говорит, он при этом думает, что ты жив, но поскольку это говорить нельзя, я тебя назову евреем. Поэтому этот вопрос не в внешней символике, что мы как-то это собрали, все в чем плюс справится то, что мы думаем. Я так понял твой ответ. Правильно? Угу. Граница и мера полно из практических соображений, которые с глазом все-таки могут определяться. Другое дело, что одно, когда практическая составляющая вопроса действительно есть, серьезная, а другая ситуация, когда их по факту, в общем-то, и нет особо. Ну, это плохой пример, вот почему. У нас в языковой практике употребление этого и того и другого слов всегда связано с интонационной окраской, которая, на самом деле, больше определяет значение. То есть, на самом деле, жить с иронической интонацией большинством людей таки будет опознан как не оскорбительное, а, так сказать, остраненное ироническое употребление. Вот. Но есть много других случаев, когда это действительно не так. Ну, Жижик называет подобное термином obscene other, то есть неприлично другое. И он же и говорит, что через подобное ироничное и саркатическое обращение к другому ты снимаешь некую напряжённость и противоречия между другими. Я думаю, что это после десятилетий сделано. Знаешь, 50-е назад не было. Недавно в Киеве, кстати, прошла конференция православных учёных украинских, которые обсуждали вот вопрос о употреблении слова «ЖИТ» и пришли к выводу, что… В украинском другая динамика. Там же… Не-не, так и ОКБ. Это действительно результат в украинском языке искусственного насаждения, большевизма. Вот как… А по факту это так и есть. Просто в этом ничего плохого реально не надо видеть. В украинском… В украинском… Нет, ну, как я понимаю, изначально в украинском было, скорее, аналогично польской ситуации. Да-да-да. Это было просто… Да-да-да. Давайте… Еврейские организации с этим не согласились почему-то. А это уже… Вот то, о чём докторчик говорил. Это уже, в общем-то, некая такая симулируемая ферень. А другое дело, что… Ну, сейчас уже действительно… Надо просто снижать значимость эту тему, а не комментировать. Да, и, соответственно, решили бороться с коммунизмом, а не с исконными политиками словами. Это третья тема. Нет, это же тема. К сожалению, нет. Хорошо. Друзья, сейчас мы посмотрим фильм, о котором я говорил, о котором очень хорошо демонстрировалось о наличии тотального означающего самых таких банальных наших бутылых вещах и лозунгах. Называется «Чужие среди нас». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...